Лучший способ сделать ребенка хорошим – сделать его счастливым. Это слова Оскара Уальда. В Заполярной столице завершились курсы позитивного родительства. Организатор уполномоченный по правам ребенка в Ненецком округе Татьяна Гашева. По ее словам, прошедшие курсы помогут сократить число случаев домашнего насилия в отношении маленьких жителей. Статистические данные по проблеме жестокого обращения с детьми часто шокируют. Более 50 тысяч детей в России каждый год убегают из семи учебных заведений, спасаясь от родителей. Каждый четвертый ребенок в России подвергается насилию в семье. Особенно настораживается, что 60% родителей считают применение физических наказаний при воспитании ребенка нормой. В прошлом году поступило 355 обращений в адрес уполномоченного. Из них 196 обращений, в которых действительно права детей были нарушены. Каждое четвертое нарушенное право – это со стороны родителей или других законных представителей. Воспитание ребенка – это трудоемкий процесс, требующий от родителей много сил и терпения. Как показывает практика, даже в благополучных семьях нашего округа, где родители испытывают искреннюю любовь и привязанность к своим детям в воспитательном процессе, могут использовать такие формы воздействия на ребенка, как психологические и телесные наказания. Проблема насилия и жестокого обращения с детьми в семье сегодня – это вопрос, который не только обсуждает, но и принимает меры по его решению. В 2013 году уполномоченным по правам ребенка в Нинецком округе Татьяной Гашевой и российским представительством объединения «Спасем детей» было подписано соглашение о сотрудничестве. Те курсы, которые сегодня проходят, они у нас были полтора года назад, называются они «Позитивная дисциплина» или «Позитивное родительство». Не секрет, что в семьях бытовое насилие неблагополучие детей часто приводит к социальному сиротству, когда нарушаются детско-родительские отношения. И поэтому наша задача – обучить воспитателей детских садов научиться работать с родителями, обучить их применять ненасильственные методы воспитания. Антон Пшеничный, главный менеджер организации, приехал со своими сотрудниками, чтобы поделиться с педагогами округа уникальными методиками семейного воспитания детей в атмосфере любви и уважения к ребенку. Стоит также отметить, что в основе сегодняшнего семинара лежат и те принципы, которые были указаны еще и в национальной стратегии, в интересах действий для детей, которые подписал Владимир Владимирович Путин 1 июня 2012 года, именно в этом документе впервые появилось фактически такое направление деятельности, как позитивное родительство. Уже пятый год в округе работает школа правового информирования. Опытные педагоги рассказывают детям и подросткам, куда обращаться, если их права были нарушены. Но, к сожалению, во всем мире дети очень редко обращаются за помощью, потому что они очень уязвимы и очень зависимы от взрослых. Это и во всех регионах Российской Федерации, и в мире в целом. Поэтому наша задача, может быть, не проблему ребенка увидеть, а сделать так, чтобы этих проблем у него не было, чтобы он просто был счастлив на земле. Правами человека обладает не только взрослый, но и ребенок. Однако иногда взрослые забывают, что ребенок тоже является полноправной личностью.